Привет! Меня зовут Олег. Я капитан команды Вегетарианская Сила. Веган сравнительно недавно, чуть больше, чем полгода. Хотя нет, уже, наверное, скоро год. Но до этого 10 лет был вегетарианцем. Все-таки я был вегетарианцем, потому что еще по этическим причинам я не мог, так сказать, употреблять продукты именно убийства. Я считал, что главное – это не употреблять продукты убийства. Ну вот, через какое-то время все-таки люди убедили меня, что веганство с этической точки зрения – это то же самое, что вегетарианство. То есть животные, которых используют для молочной промышленности, для производства яиц и прочее, они мучаются и умирают не меньше, чем именно мясные животные. Поэтому в итоге я решил стать веганом. Ну, на данный момент я являюсь мастером спорта международного класса по жиму лежа в софт-экипировке и мастером спорта международного класса по такой дисциплине, как армейское двоеборье. Это жим стоя. Вот. Это у нас федерация жимового двоеборья. Если кто увлекается силовым спортом в нашей стране, наверное, знают. Ну, сейчас мне 32 года. Вот. Занимаюсь спортом я, в принципе, очень давно. Ну, наверное, с класса первого я пошел в секцию карате и дальше занимался много чем. Но, в принципе, вот в тренажерный зал я пришел где-то, наверное, 10 лет назад, после того, как стал вегетарианцем. С той целью именно, чтобы доказать, что вегетарианцы, люди, которые вообще, в принципе, не употребляют никаких мясных продуктов, могут тоже успешно заниматься спортом, быть сильными, большими и брутальными мужиками. Потому что, к сожалению, к сожалению, на данный момент это именно основная проблема, которая многих молодых мужчин, которые занимаются спортом, так сказать, не дает им принять выбор в пользу вегетарианства. Именно то, что они боятся, что они не смогут стать большими, сильными и брутальными. И вот поэтому я решил, так сказать, стать большим, сильным и брутальным, чтобы доказать им, что это не так. Ну, вот большим и сильным получилось, брутальным пока нет. Сегодня мы на киностудии «Лен Научфильм», бывшей киностудии «Лен Научфильм». Я не знаю, снимают они здесь еще что-то, не снимают. Это на самом деле такое культовое место, в простонародье называется «Фабрика звезд». Не знаю, мне кажется, еще студия была, здесь уже кто-то репетировал. Ну и сегодня у нас будет тут репетиция. Мы снимаем небольшую комнатку с несколькими группами, единомышленными. Единомышленниками и делаем здесь репетиционную базу. Иногда пишем и по студии, но нечасто, потому что еще не очень умеем это делать. Все мои друзья и все, с кем я часто общаюсь, в общем-то все вегетарианцы и веганы. Моя семья, ну на данный момент у меня из семьи осталась бабушка, мама и два брата. В общем-то бабушка стала вегетарианкой гораздо раньше, чем я. Она, наверное, уже лет 20 вегетарианка, мама у меня не вегетарианка, но она меня понимает, поддерживает и никогда не, ну то есть никаких от нее я свой адрес, не знаю, каких-то советов и рекомендаций не слышал. То есть она приняла это нормально и всегда там, когда я к ней прихожу, она готовит вегетарианскую еду для меня, для моего брата старшего, который тоже вегетарианец. Поэтому в семье у нас в этом вопросе полное понимание. С друзьями, ну поскольку все друзья веганы, у нас только соревнования, кто приготовит более вкусную веганскую еду. На сегодняшний момент, вот вчера взвешивался 98-400, вот на соревнованиях выступаю всегда, ну последние пару лет в категории до 100 килограмм. На сегодняшний момент мой лучший жим лежа в экипировке 290 килограмм. Ну вот ближайший план в мае попробовать пожать 300. Я тренируюсь в нашем зале «Вегетарианская сила», которую мы создали специально, чтобы была база для тренировки нашей команды с тем же названием. В общем-то не только для команды, а чтобы вообще в принципе людям, которые вегетарианцы, веганы, может быть просто по каким-то причинам не употребляют мясо и другие животные продукты, им было легче заниматься в компании, так сказать, единомышленников, чтобы никто им не грузил мозг на тему того, что нужно есть мясо, без мяса ты не станешь настоящим мужиком, ля-ля-ля тополя и все такое. Поэтому мы стараемся создать именно такую дружественную атмосферу для людей, не употребляющих мясные продукты, и поэтому мы, собственно, делаем зал «Вегетарианская сила». Ну, кроме того, в последнее время, к сожалению, большинство современных залов ориентировано на фитнес-индустрию, какое-то еще сейчас появилось новое мерзкое слово «велнос», я вообще не понимаю, что это такое. Мы все-таки придерживаемся такой немножко олдскульной традиции, то есть у нас как бы такой кач, пауэрлифтинг, и, в общем-то, все направлено, в общем, на то, чтобы люди именно занимались, ну, такой суровой физкультурой или суровым спортом, а не фитнесом. И поэтому у нас как бы зал, в котором люди, именно которым нравится люто тягать железо под жесткий металл, могли, так сказать, найти свое место. Потому что, к сожалению, вот сейчас очень сложно найти такие залы. Всем привет! Меня зовут Даша, и я тренирую в «Вегетарианской селе». Я, Дима, тренирую в «Вегетарианская сила». В нашей команде не только я имею звание «Мастер спорта международного класса», еще есть несколько человек с тем же званием. Несколько человек со званием «Мастер спорта», очень много кандидатов, разрядников. Ну, опять же, не все люди из тех, кто имеет звание, постоянно выступают на соревнованиях. Кто-то там отвыступался уже, кто-то... Ну, в общем-то, за всю историю существования команд лично я подготовил 6 мастеров международного класса, 8 мастеров и, ну, свыше, наверное, 15 кандидатов. Так что, в принципе, можно сказать, что успехи в «Вегетарианской селе» точно есть. Ну, музыкой я занимаюсь уже, наверное, лет 20. В этой группе мы пока состав не собрали, поэтому я иногда играю на басу, иногда я исполняю вокал. Ну, пою сказать нельзя, вы позже поймете, почему. Ну, за свою, так сказать, музыкальную карьеру я играл во многих группах. Некоторые из них были там более какие-то известные, некоторые менее известные. Вот. С некоторыми группами ездили, выступали за границу. Вот. Ну, в основном по Европе. В принципе, очень полезный опыт в плане, прежде всего, посмотреть, как там люди живут, как там вообще жизнь устроена. И очень намного открывает глаза, очень полезно. Ну, в принципе, в основном, в основном люди везде одинаковые. На самом деле, к сожалению, на данный момент веганство вот в более развитых странах напрямую связано с уровнем жизни. То есть, я считаю, что это плохо для веганства, но вот в Европе уже зачастую вегетарианство и веганство – это такой удел богатого, достаточно среднего класса, который как бы живет хорошо, может позволить себе дорогие веганские продукты и прочее, прочее. То есть, мало кто понимает, что необязательно покупать дорогие веганские продукты, чтобы быть веганом, да, что можно питаться по вегану, получая все необходимое. Вот в любой пятерке просто ты зайдешь и купишь все, что тебе надо. Но вот, к сожалению, такой имидж есть. И я думаю, что поскольку Россия сейчас идет как бы по такому неолиберальному капиталистическому пути развития, в принципе, все будет развиваться в этом же плане. То есть, будут создаваться какие-то… какой-то мелкий бизнес, потом там какой-то более-менее крупный бизнес, который будет ориентирован на веганов и вегетарианцев. Но все это будет стоить дорого. В принципе, мы уже сейчас видим, что продукты, которые сейчас делают для веганов, они дороже, чем продукты для мясоедов, да. Зайти, например, в тот же бункер и посмотреть, сколько стоит веганский торт или веганское пирожное и сравнить его с обычным. Стоит оно обычно гораздо дороже, да. И мне кажется, что будет все развиваться в том же русле, что развивается в Европе. Через там 10-15 лет веганов будет много, но это будут в основном богатые, обеспеченные люди из среднего и высшего класса. А, к сожалению, основная масса населения, которое выживает сейчас и, скорее всего, будет выживать и через 10 лет в России, потому что вряд ли здесь что изменится в ближайшее время, оно будет, мне кажется, далеко от идей вегетарианства и веганства, именно потому что, к сожалению, не будет достаточно, так сказать, обеспечено для того, чтобы позволить себе питаться по вегану. Я, поскольку мечтаю, так сказать, о светлом будущем для всего человечества, считаю также, что светлое будущее без здоровой планеты невозможно. И поэтому, по моему личному убеждению, все люди, которым не безразлична судьба нашей планеты, должны стать как минимум вегетарианцами, а лучше веганами. Я думаю, что можно сказать, что существование команды «Вегетарианская сила» решило основную мою задачу, которую я ставил перед собой, начиная заниматься спортом, и доказало то, что веганы могут успешно заниматься спортом, побеждать на соревнованиях и быть реально сильными и большими. Но, в принципе, наверное, еще не все так хорошо, и еще есть очень много людей, которые испытывают какие-то сомнения. И если вы так же, как и мы, хотите бороться с этими предрассудками, то тогда мы вас всех ждем в зале «Вегетарианская сила», чтобы вместе с нами заниматься спортом и разбивать все мифы относительно веганства и вегетарианства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова